полюс бытия 1 международная онлайн конференция марафон общение с тонким миром знакомства и обмен опытом доброго здравия в истории человечества в каждом столетии жили люди с необычными способностями врожденными или приобретенными они были напрямую связаны с тонким информационным миром общались с духами природы и животными слышали голоса у себя в голове видели образы и совершали подвиги выигрывали сражения лечили людей от хорий души и тела рассказывали о прошлом и предсказывали будущее нарушали законы физики создавали шедевры искусства философские и духовные школа раскрывали тайны природы в тяжелые для человечества времена войн и природных бедствий они поддерживали людей личным примером и силы своего духа многие из них впоследствии были причислены к лику святых в легендах былиных и священных текстах разных стран и народов упомянуты свои герои но далеко не всегда знание и умение этих необычных людей были востребованы и поняты обществом их не только почитали уважали поклонялись но и видели в них прямую угрозу установленному порядку вещей поэтому их боялись и устраняли стирали память о них из истории и сколько было таких светочей помогающих простым людям расти и развиваться об этом можно только догадываться возможно их были миллионы так уж устроен наш мир что плата за прогресс всегда измерялась чьими-то жизнями яркими как звезды на небосклоне почтение им в сегодняшнем мире где мерилом всего стали деньги от ценности размыты до неузнаваемости главную роль формирование будущего играет информация а точнее то как она влияет на умы и сознание людей искажая информацию можно добиваться определенных целей и решать собственные задачи поэтому самым важным ее качеством является достоверность достоверную информацию так же как и во все времена можно получить только напрямую из источника минуя фильтры средств массовой информации и мнение лидеров их создают те кто боится раскрытия правды а общество потребления этой информации делает все для того чтобы мы забыли о своих проявленных или потенциальных возможностях и заснули досад наевшись ложных смыслов и подмененных ценностей довольные самими собой сейчас в эпоху перемен людей обладающих неординарными способностями или возможностью напрямую общаться с информационным миром на порядок больше чем когда-либо многих из них границы восприятия возможности настолько широки что они по причине безопасности не могут об этом даже кому-то рассказывать а некоторые из-за страха неуверенности в себе невостребованности в обществе или невозможности одному достигнуть результата так и не смогли себя реализовать и надеюсь они сейчас слышат эти слова получая информацию из тонкого мира мы используем ее прежде всего для своих личных целей решаем свои узкие задачи развиваем способности просто расширяем кругозор или делимся ей чтобы другие могли также и воспользоваться но есть также вопросы имеющие важное значение для человечество или природы и получить ответы на них в иных мирах одному не получится один всего просто не унесет таков закон мироздания или как говорят всем сестрам по серегам и только поделившись с другими собрав вместе частицы знания можно из пазлов сложить общую картину и понять принцип действия суть смысла сказанного или увиденного и в конечном итоге добиться результата ведь еще недавно делиться тем что имеешь было естественным чувством желанием нашего детства но она куда-то ушло затаилась и вытащить его на белый свет теперь очень трудно вернуть это чувство может помочь дружба честно и бескорыстная и предложение руки помощи тому кто действительно в ней нуждается и сейчас у меня есть для вас предложение предложение для всех кто тем или иным способом получает и спускает на землю информацию из иных планов бытия в ком еще остались эти чувства бескорыстная помощь и желание делиться давайте встретимся на просторах интернета познакомимся и поговорим и каждый расскажет о себе чего он достиг что его волнует какие барьеры преодолел и а какие ошибки спотыкался мы поделимся опытом знаниями и планами на будущее поможем друг другу решить задачи над которыми мы бьемся уже немало времени чтобы не бросать слова на ветер мы я мои друзья коллеги и самышленники созываем конференцию которую мы вместе проведем в месяц этого года это первая международная онлайн-конференция формате марафона под названием полюс бытия это полюс пересечении цели и задач каждого кто хочет внести вклад в свое будущее и будущее своих детей в этот полюс вольются наши интересы и желание знать уметь больше добиться лучших результатов совместно они по одиночке вложить свой опыт и знаний в общую копилку чтобы получить намного больше чем отдал но главное реализовать эти обогащенные другими знаниями опыт жизни мы приглашаем участвовать в этой конференции всех кто имеет опыт общения с информационным миром кто добился положительных результатов и готов ими поделиться и абсолютно неважно каким способом или образом происходит это общение трансовые или медитативные техники осознанные сновидения состояние вызываемой растительными или химическими способами данные с рождения или приобретенные способом способности любая информация полученная в состоянии измененного сознания может быть важна не только для одного человека но и для всех может спасти жизни предотвратить беду или предупредить об опасности в информации полученной из тонкого мира будут заинтересованы не только те кто непосредственно с ним контактирует она будет востребована поисковиками ищущих пропавших людей медиками знающих об организме человека только с одной из его сторон историками так до сих пор и не знающими от кого произошел человек людьми науки которым до фундаментального открытия возможно не хватает всего лишь шага геологами и специалистами других профессий мы приглашаем не только мастеров и новичков но и начинающих интересоваться этой темой они узнают много нового об этом мире человеке и космосе и каждый из них получит то что ему действительно интересно знать безоплатно мы приглашаем неравнодушных активных людей готовых оказать посильную помощь в подготовке этой конференции помощь заключается в информировании как можно большего числа людей о происходящем событии объяснение его задач и смысла также будут нужны переводчики на другие языки в связи с тем что в основном выступающие будут русскоязычными а участвовать будут несколько стран также будем очень благодарны тем кто поможет обеспечить качественную и бесперебойный связь со всеми кто пожелает высказаться у нас есть реальный шанс сделать этот мир таким каким мы хотим его видеть нет не раем с молочными реками и кисельными берегами шанс добиться такого результата чтобы завтра было не хуже а лучше чем сегодня и главное достичь этой намеченной цели и тогда сложив усилия мы сделаем хотя бы шаг навстречу такому будущему где наши дети будут рождаться здоровыми а воду можно будет пить из каждой речки дышать полной грудью и не кашлять при этом забыть что такое аллергии астма рак малокровие и другие трудноизлечимые болезни мы вспомним что есть на свете такие слова как совесть честь бескорыстие дружба и можно будет говорить правду в лицо и по ней жить и жить как минимум сто лет интересно и радостно начинается новый этап дающий возможность каждому человеку стать тем кем он должен быть на этой земле дворцом защитником искателем да будет так всех благ вам баранда и